всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы сделаем с вами расклад который называется в чем смысл вашей жизни с точки зрения именно вашей души до того контракта который она заключала перед воплощением и в чем вы его нашли смотреть будем на двух колодах колода небо и земля и эпическая таро так позиции вы видите перед собой тайм-коды тоже есть можете просто курсор навести на проигрывание вот это вот линия под видео вот и там будет разделение по главу по позициям вы сразу поймете где ваши и напоминаю вы можете подписаться на второй мой канал кому интересно короткие расклады на одну позицию ссылка будет под видео так ну давайте мы приступим и так позиция номер один в чем чем смысл вашей жизни знаете была десятка педагли в чем смысл вашей жизни в построении какой-то своей новой системы ценности выстраивания с одной стороны с другой стороны передача опыта знаний до какого-то наследия либо вы берете откуда в это что-то да и должны передать кому-то другому это не обязательно как проводники там я не знаю знание информации да а вы просто можете быть связующим звеном либо вашей семье либо как знаете вот вашей фамилии как будто бы передаете что-то с другой стороны здесь может быть что вы являетесь связующим звеном когда вы собираете вокруг себя с одной стороны может быть семью то есть вы объединяете каким-то образом а с другой стороны вы создаете какую-то новую свою систему в том числе систему ценностей здесь это могут быть и знания здесь это могут быть и семейные какие-то традиции вы как будто бы знаете берете что-то из прошлого систематизируете это причем берете такое достаточно большое мне показывают здесь как вы знаете генеалогическое древо да когда все четко ясно прорисовано да кто был бабушкой дедушкам там с одной стороны с другой стороны одна ветвь другая ветвь и вот вы являетесь как раз таки таким человеком который рисует это генеалогическое древо то есть да были какие-то знания о том что вашем роду например был такой-то человек был такой-то человек а здесь вы как будто бы соединяете все воедино и вот это вот какой-то готовый продукт вы передаете последующему поколению причем это может быть как детально более мелко до вашей семье так это может быть и глобально то есть вы собираете какие-то знания более древние да вы можете углубляться здесь есть какой-то некий опыт богатство ценность когда вы это передаете другим людям то есть знаете могут быть например какие-то разрозненные понятия например касательно разных религий вот вы углубляетесь условно говоря в каждую религию находится что-то общее что их объединяет и создаете какое-то свое новое понятие новое верование и начинаете передавать это транслировать да то есть вы берете что-то такое здесь масштабная структурируете это и вот эту готовую информацию вы как будто бы о мире мировоззрение о жизни вы это передаете другим людям это может быть я не знаю элементарно если вы например филолог собираете по крупицам там я знаю слова на древнерусском например да если вы изучаете русский язык да на руси какая была речь то есть собираете это все как-то складываете в одну какую-то понятную систему и потом ее передаете либо но здесь может быть даже еще какой-то микс либо например вот то что я делаю второе да я соединяю философию психологию немножечко эзотерических оккультных каких-то знаний и получается воедино да и вот передаю вам информацию то есть вот здесь что-то такое вы являетесь человеком который будет объединять либо вокруг вас будут собираться люди когда вы будете о чем-то очень интересно рассказывать в вашей семье это может быть например всегда есть человек который умеет красиво говорить сказки до былины либо вы собираете какие-то истории а потом их рассказываете либо вам это нравится то есть здесь мы берем что-то такое масштабное но при этом она разрозненная но не готова и вы должны на основе этого создать свою какую-то карту по которой вот последующие поколения будет проще идти да проще двигаться то есть вы как будто бы не знаю создаете книги такой путеводитель либо книгу либо учебник но это не просто переписывание того что было в прошлом а это собрание прям это знаете какой-то труд когда вы погружаетесь именно поэтому я и сказала про религию да как будто бы изучаете разные верования и находите вот именно здесь и ваш личная работа когда вы соединяете это все воедино то есть вам нужно еще помимо того чтобы разобраться в каждом из направлений найти общие какие-то сходства понять как они соединяются как они вписываются в общую картинку и только после этого получается некий пазл и вот этот вот пазл готовы вы передаете людям может будет казаться что это достаточно просто так как они не видят кухню того что вы делали это общий смысл такая вы знаете общая картина рассматривать вы ее можете по-своему и перекладывать как-то на себя что еще смысл смысл смотрите здесь пиндакли выпадает 2 пиндаклевая карта двойка пиндакли знаете и делайте это вы должны будете как-то играючи с одной стороны достаточно легко здесь не должно быть в этих знаниях не должно быть тяжести не должно быть груза это должно быть формате такого знаете некой игры которая тебя заинтересовывает втягивает как-то магнетизм присутствует здесь с другой стороны вы как будто бы познаете дуальность вот причем знаете как то вот ваше взаимодействие да с миром она будет если вы будете искать свое направление здесь как будто бы с одной стороны да у вас есть при посылке а с другой стороны вы как будто бы вы должны быть более наблюдательным смотреть на что у вас идет некий такой резонанс спрос здесь такое ощущение что это вот как игра в пинг-понг да вот вы бросили мячик говоря о вселенной о том что вот у меня есть такие предпосылки у меня есть такая я не знаю такая наклонность потребность да вот в передаче этих знаний и вы как будто бы смотрите потому что здесь еще не того что у меня есть условно говоря знания но вы еще не конкретизируете в каком направлении это и вот вы как будто бы это озвучиваете и вселенная вам дают обратную связь что вот к вам приходит например за советом именно в какой-то конкретной тематике в каком-то конкретном направлении и вы смотрите и вы начинаете продвигаться то есть изначально здесь как будто бы кругозором достаточно широкий во многих областях по многим наукам то есть нельзя сказать что вот здесь вот одна какая-то конкретная наука и вот зависимости от того какой есть спрос вот в этом направлении до вас как будто бы будут вести но очень важно с одной стороны знаете как будто бы углубляться а с другой стороны все-таки легче относиться ну то есть да должна быть глубина должны быть знания должно быть что-то такое очень важное и ценное но с другой стороны это не должно вас как-то затягивать самих так чтобы вы как-то вот уходили в отшельничество да как-то закрывались то есть взаимодействие с миром должно быть и при этом здесь должна быть какая-то гибкость то есть мы в любой момент до есть у вас какое-то направление ну например на своем да покажу как 2 но вы как будто бы периодически должны быть более гибкими да то есть окей сейчас есть второго там направление например на личную жизнь вы идете в личную жизнь а потом есть какие-то философские моменты вы идете философски потом там я не знаю какие-то сценарные моменты да либо какие-то послания но направление одно до вектор 1 но он как будто бы гибкий такой чем еще смысл вашей жизни а вы был аркан папа вешеного смотрите вам нужно научиться то есть здесь вот это вот учение как-то знаете проводником вы еще является одной стороны для других людей а с другой стороны являетесь для самого себя то есть вот умение четко понимать себя изнутри изнутри и с другой стороны вот то что вы умеете то что вы знаете то что вы понимаете это должно очень хорошо и гармонично вписываться во внешний мир вам не нужно быть только вовне либо только внутри а вам нужно соединять то есть вам как будто бы показывают одновременно когда я смотрю на мир и изнутри наружу и с другой стороны я являюсь и в миром и смотрю на себя не знаю насколько сложно и вам сейчас это описываю но аркан повешенного он здесь изображен в виде человека который причем не просто по повешенной знаю насколько вам видно будет а здесь дерево и этого повешенного окутывает змея змея как символ мудрости да как символ познания но у человека помимо того что змея его связал то есть знание его связаны да он находится вверх ногами него глаза закрыты то есть у него здесь проявляется некая такая интуиция то он познает себя он вроде бы смотрит на мир под другим углом и вот и другой угол это угол изнутри и вот эти вот познания ощущения мировосприятия мировосприятия изнутри он как будто бы пересматривать он я имею ввиду человек здесь который изображен он пересматривает это еще и как это сказать здесь как будто бы знаете другая точка зрения это то как работает наш глаз да то есть наш глаз воспринимает органы рецепторы визуальные они воспринимают все предметы перевернутые затем информация приходит к нашему мозгу и вот при интерпретировании картинка переворачивается вот здесь вот примерно также да но изначально она перевернутая вот как в аркане отшельника о повешенного и вот вам как раз таки нужно по другим углом это все посмотреть вот это по другим углом это ваша внутренняя интуиция насколько то что вы ощущаете и то что есть вовне в реальности это совпадает очень часто это будет не совпадать и вот ваша задача как будто бы показывать по другим углом по другим углом показывать систему по другим углом показывать какие-то знания какую-то информацию передавать по другим углом другие как-то по-другому преподносить ценности да то есть одно на к примеру да приведу что одно дело когда ты хочешь просто сбросить лишний вес для того чтобы выглядеть красиво это одна точка зрения а другая и другой мотив то же самое только если сказать другими словами что не только для того чтобы ты выглядел красиво да а это как будто бы более поверхностно более глубина глубина этого айсберга заключается в здоровье да в здравии в процветании когда ты не только выглядишь красиво но и ощущаешь себя изнутри до как-то знаете более свежей что ли не только отсутствие болезни но и еще и жизнедеятельность и качество жизни она намного лучше то есть мы смотрим более глубина вот примерно то же самое вы можете смотреть на какие-то вещи под другим углом и показывать это людям вот это ваша задача но для того чтобы посмотреть на вещи по другим углом вы первично должны это внутри себя как-то понять найти и здесь интерес заключается в том что когда вы выгружаете себя вас это может настолько завлекать повторюсь еще расскажу что вам не нужно как бы так сказать вот прям идти на самое дно потому что этот процесс для вас самопознание он очень увлекательны и он может вас отдалять от реальности а вам нужно все время быть на чеку то есть и заниматься самопознанием углублением себя понимания через себя познание мира и с другой стороны не отдаляться слишком от реальности потому что а вот этот разрыв потом вам сложно будет соединить для объяснения ну как так здесь даже понимаете здесь не противоположность а какая-то такая знаете как в матрешке вроде бы мы смотрим 1 матрешка но при этом и четко знаем что в ней есть и 2 и 3 и все зависит от того с какой позиции мы посмотрим вот здесь ваша задача с точки зрения души она связана именно с этим смотреть на вещи по другим углом возможно в чем-то себя ограничивая в чем-то себя лишая здесь как будто бы вот этот вот урок мученика в кавычках он помогает через боль через трудности именно понимать жизнь да вот это вот многогранность то есть первично я проживаю какую-то ситуацию через себя я понимаю как это все устроено а потом я как будто бы примеряю это на других людях да то есть показываю что вот есть его такая точка зрения то есть и об этом тоже посмотрите здесь вот аркан повешенного это очень прям такой глубокий духовный урок когда вы и не просто чего-то себя лишаете да а вы лишаете с какой-то целью конкретные достижения но вот здесь с одной стороны мы познаем себя здесь очень такая многогранная личность с другой стороны мы эту информацию должны донести до другого но не просто донести а создать ее в некой такую систему чтобы она была понятна чтобы она показывала людям ценности под другим углом возможно расшатывала какие-то убеждения да где-то это может быть провокационно где-то это может быть как-то а не совсем комфортно и все это делать в формате игры вот такая вот задача была я наверно так много да она говорила на первую позицию в чем вы нашли смысл а в чем вы нашли смысл так интересно две королевы полику кубков и мечей причем они из спина к спине да так вот друг от друга отвернуты в чем вы нашли вы нашли как раз таки смысл жизни вот в этих переменах с одной стороны по королеве мечей некая такая архетип женщины который даже если вы смотрите как мужчина неважно архетип человека который легок на подъем на какие-либо перемены да здесь вот мы резонируем с двойкой пендаклей а с другой стороны готова всегда двигаться вперед да то есть и при этом понимая куда я иду и зачем я иду поэтому двойка педаклей и аркан повешенного да они здесь как будто бы созвучны вот в королеве педак в королеве мечей педакли ска королева мечей в каких-либо переменах да в каких-либо обновлениях но это обновление а но не обязательно чтобы это вашей жизни было обновление какие-то новые знания это будет на уровне ментала а с другой стороны у нас выпадает королева кубков которые смотрят в прошлое и она у нас как раз таки соединяется с десятка педакли да с тем наследием нашего прошлого о котором я говорила поэтому чисто теоретически могу сказать что я я вижу соединение того что душа ваша например выбрала да как смысл жизни но но это было так как-то вот глобально я рассказала а здесь вот именно в чем вы нашли себя в переменах и в познании жизни через эмоции да то есть вы здесь выбрали не только через интеллект идти в понимание но и с другой стороны вот именно через чувственный такой аспект да вот это вот гибкость о которой я говорила по двойке педакли и лавирование на по королеве кубков как вода растекается такое есть поэтому нашли в чем вы нашли свой смысл жизни и в том что было вам вашей душой выбрана я могу сказать что вы идете своим путем то есть здесь вот именно пересекается что одна что у другая королева они поскольку них водная природа да они очень интуитивные только у мечи у мечевой еще добавляется интеллект вот и плюс ко всему четкое понимание что хочу как хочу именно видение той реальности не отдаляясь она не носит розовые очки она достаточно холоднокровно понимая да в чем есть реальность она не убегает в иллюзии вот и здесь как раз таки а есть вот это вот построение навык до построение вот этой системы передачи информации вот здесь вот такое ощущение что вы как будто бы зависаете иногда либо сейчас находитесь в таком этапе когда по восьмерке мечей вы знаете очень часто бывает такое ощущение что все хочу бросить почему потому что череда каких-то неудач а мы говорили по повешенному у нас будет вот это вот вот это вот мученичество да это вот через страдание через переживание через боль через осознанное лишение себя где-то может быть очень достаточно жестоко да даже по отношению к самому себе мы приходим к восьмерке мечей когда все хочу бросить я уже этого не хочу мне этот путь уже не нужен разочарование идет вот но потом всегда появляется колесо фортуны всегда появляется что-то что меняет знаете как такое ощущение доводит вас до какого-то предела да а потом в другую об сразу неожиданно колесо начинает крутиться наверх чтобы не знаю придавая вам какую-то удачу либо надежду на то что вы не бросили этот путь да потому что он достаточно такой сложный по повешенному не бывает путь легкий он переполнен вот болью тем более по королеве кубка здесь еще и психологическая боль не столь физические да какие-то там заболевания сколько вот этот психическая боль душевная боль вот и всегда колесо фортуны закручивается самый последний момент и выбрасывает вас пожар педакли в ученичество да то есть а давай мы теперь заново пойдем то есть тот момент когда все брошу я не хочу вдруг всегда что-то новое бывает как шанс как возможность этого затягивает вот этот бесконечное обучение бесконечные какие-то интересы в плане именно познания что вам нравится познавать ну вот по рыцарю кубка вам нравится познавать состояние вашей души то есть все что связано именно с эмоциями состояниями с легким таким вот ощущением филирта интереса да легкой такой вот именно влюбленности то есть то что в вас будет манить и интересовать но именно на эмоциональном плане вот так вот вас втягивает да то есть одной стороны вытягивает из трудностей которые вы проходите да и с каждой болью но помните я говорил у вас задача познать себя вот именно через эти проблемы трудности с другой стороны потом передавать эти знания то есть и себя и понимание законов мироздания соединять это в его едино как и что и передавать потом эту информацию далее так вот такой вариант был достаточно глубокий мне кажется мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку двоечки в чем смысл вашей жизни с точки зрения души контракта которого она подписывала я весь конечно же не смогу посмотреть ну вот что скажет на данный момент эрофант и семерка жезлов вот ваш смысл жизни да всегда напоминать а о том что вы являетесь душа душой в теле причем вот это вот напоминание да вы как будто бы неосознанно может быть и осознанно должны транслировать людям причем почему я сказала неосознанно то есть осознанно это когда ты являешься наставником учителем неким таким гуру до которым передает передают знания это осознанный момент когда вы кого-то научаете они осознаны это когда вы не являясь это не является вашей профессиональной сферы и это не является вашим хобби но своим поведением своим собственным примером вы как будто бы всегда показываете вот именно вот это акцент делаете на состояние души то есть вы если в первой позиции были проводники то здесь вы как будто бы как человек который соединяет все время должен быть в контакте вы своим собственным примером показываете как это когда душа живет в теле причем это великий аркан да а вот семерка жезлов в колоде эпического таро она показывает о том что люди они как будто бы не роботы в плане того что надо научиться уметь отдыхать то есть не только работа работа но и отдыхать то есть здесь как будто бы вы объясняете либо сначала учитесь на себе вот что значит материя и что значит душа и рассматриваете это не по отдельности а именно в единение и вот в этом вы должны преуспеть в первую очередь для самих себя то есть понимать что вы не отдельно душа и отдельно материя а вы это все вместе и причем показывать вот именно влияние души на материю насколько вот этот вот свет он преображает темные вибрации тяжелые вибрации поэтому здесь в семерке жезлов изображен робот механический да который смотрит на эту ромашку с такой легкостью да и восхищением то есть не жить на автомате а видеть вот эту вот красоту здесь ромашка да как как цветок как жизнь то есть некое такое пробуждение я бы сказала показать показывать здесь не такое ощущение что не столь важно для других людей здесь это важно вам понять в первую очередь а потом уже знаете как второстепенно вы своим примером либо на вашем примере будут люди этому учиться причем это не обязательно как словесный какой-то пересказ либо правило обозначения что нужно делать сколько именно вот это вот знаете смотришь на человека и говорить и я хочу так жить и глядя на вас на ваши повадки на ваше поведение на вашу реакцию да люди тоже мимикрируют под вас таким образом они обучаются и а такое ощущение что вот двойки вы очень чувствительные ранимые люди тонко чувствующие и здесь вот это вот такая знаете тонкая грань как будто бы вам нужно ну вот как у этого робота да он не вот это механическая машина железная она непробиваемая и кажется что вот у этой механической машины да нету интеллекта эмоционального интеллекта как машину можно научить можно запрограммировать но научить ее чувствовать невозможно и вот здесь вот такое знаете ощущение когда вывод как этот цветочек да как эта ромашка как этот аленький цветочек в сказке вы будто бы вот этого чудовище коль мы затронули сказку да вы это чудовище валенком цветочки вы научаете уходить от животных инстинктов и показывать красоту души вот в этом ваша задача по иерофанту напоминать себе в первую очередь всегда что я человек человек как чин как ранг некий не как вид существования а именно как как ранг в плане того что знаете вот как некий статус заслужить то есть человеком нужно еще стать не все люди человеке вот вам как будто бы да очень сложно иногда самому себе это объяснить где-то глубоко внутри вы это понимаете а иногда бывают такие моменты что знаете знаете как то вот человек как стал такой вот матерый тяжелый и он как будто бы забыл вот свою чистоту и у вас такое бывает вы всегда себе напоминается то есть в мире тяжелых энергий вы иногда падаете на дно потому что есть вот эти вот помехи и вам всегда надо себе напоминать что в первую очередь я душа в первую очередь я человек во мне должна быть доброта вам не должны быть эти добродетели то есть не то что как я иногда читаю в комментариях в плане того что сложно жить в мире где очень много хамства наглости то есть почему я должен быть мягкий белый и пушистый здесь не потому что я должен а потому что ты выбираешь выбираешь кем ты хочешь каким путем ты хочешь идти то что хочет твоя душа не то что нужно потому что если выбирать то что нужно мы все будем выбирать то что проще оставаться человеком в таких вот ну в той реальности в которой мы живем не всегда просто и вот ваша задача в первую очередь себе об этом напоминать если сказать одним словом да то такое ощущение что кто-то должен быть светлячком и иногда у этого светлячка всегда опускаются руки когда долгое время он идет идет и увидит этот мрак мрак его все время поглощает и уже не хватает сил и вот в этот момент вам важно напоминать что вот ваша задача светлячком не для других для себя для себя потому что такое ощущение что вы должны пройти путь ну то есть душа вашего выбирает оставаться чистым чистым не не запачканным метафорически это низкими вибрациями и вот в этом и будет как раз таки мастерство то есть невзирая на какие-то трудности да то есть например люди паникуют а вы остаетесь спокойными где-то там я не знаю негативную информацию передает а вы улыбаетесь то есть понимаете я не говорю о том что говорить о возвышенном а это элементарно вот в бытовой жизни если есть возможность кому-то помочь просто помогаете приоткроете дверь там я не знаю придержите ну либо попросите там водителя автобуса то есть подождала там человек хочет добежать то есть вот это вот доброту постоянно ее транслировать и вы очень часто здесь вы было колесо фортуны вам нужно держать акцент на на вашу вот эту вот цель то есть в чем цель в чем смысл вашей жизни оставаться в первую очередь чистой душой потому что когда вы будете об этом забывать а забывать вы будете очень часто потому что вот эти вот автоматизмы роботы такие знаете холодные не эмоциональные все угрюмые они будут как-то вот на вас давите вам будет казаться здесь образ идет цветочка который пробивается до через асфальт видели иногда да такую картинку то есть асфальт и какой-то цветочек либо растения невзирая на вот эти вот ну казалось бы оно не должно там расти вот она растет вот ваша задача держите этот образ этого цветка этого растения который пробивается через асфальт то есть жизнь она должна продолжаться вы должны показывать вот эту вот красоту чистоту невинность невзирая ни на что тогда вам будет проще для себя эти по жизни то есть понимать почему я так поступаю потому что я выбираю этот путь это мой выбор это выбор выбор моей души если вы не будете понимать каким путем вы идете да какой есть вас в ваш выбор и для чего самое главное то всегда вас это будет выбрасывать как центрифуге да то есть на внешний ободок колеса и когда колесо крутится да особенно если она идет по землянистой дороге после дождя все что на обруче на внешнем колесо всегда будет пачкаться то что находится в центре до туда грязь не будет долетать а если долетает очень ну малом количестве вот здесь вот суть в этом и заключается вы выбираете либо вас мотает по судьбе когда я не понимаю куда я иду я не понимаю почему со мной так происходит и это вот вас очень выматывает сильно либо вы понимаете какова ваша цель что выбирает ваша душа почему вы поступаете таким образом когда отвечаете на зло добром на тьму светом это вас центрирует и тогда вас вы являетесь хозяином до того что вы выбрать это ваш выбор то есть вы себе говорите я это выбираю не кто-то за меня а я это выбираю что мне это нужно не потому что меня кто-то учил когда-то до что с тобой здоровается ты должен здороваться нет а ты это делаешь потому что ты действительно желаешь здравия здравствуйте ты желаешь здравия другому человеку то есть понимание того что ты делаешь ты это осознанный выбор вот этому ваша ну по крайней мере на данный момент да я всегда люблю смотреть в разрезе здесь и сейчас смысл вашей жизни в чем вы нашли в чем вы нашли смысл жизни десятка кубков и король педаклей смотрите ваш смысл жизни сейчас либо семейности вашей родительской может быть той который вы создаете либо хотите ее создать один из вариантов либо второй вариант вы находите смысл жизни в в эмоциональном наполнении но при этом в тех состоянии когда вам комфортно то есть вы выбираете и вы ощущаете себя счастливым человеком тогда когда все понятно когда все вот знаете удобно приятно комфортно здесь ощущение того что я хочу проживать именно вот в таких энергиях частично созвучно с вашей с вашим смыслом жизни до согласно вашей души но что здесь не полностью проработана плане того что до комфортно когда хорошо когда мне на душе спокойно когда приятно так когда меня ценят когда меня уважают но это все немножко отклонение в плюс чем больше вы отклоняетесь в плюс позитивной эмоции тем больше для выравнивания вас будет выбрасывать минус то есть у вас будет очень много проверок для того чтобы сбалансировать прийти к балансу к равновесию и вот когда вас будет выбрасывать в минус вот тут у вас будет всегда страдания тут вас будет переживание и вам нужно то что я говорила ранее помнить почему вы поступаете так или иначе потому что здесь как будто бы вы когда вас будет выбрасывать минус вы будете терять контакт со своей душой то есть когда вы находитесь в плюсе вы в контакте когда вы находитесь в этом состоянии счастья удобства да когда есть вот финансовая безопасность когда есть какая-то почва по нам под ногами да когда все хорошо в жизни вот вы как будто вы стремитесь к этому а вам нужно понять ваша задача что акцент не на позитиве либо на негативе а здесь акцент абсолютно на другом что при любом раскладе я остаюсь человеком и здесь вам не нужно стремиться к счастью либо там к финансовой безопасности либо еще а вам нужно то что вы проживаете любой момент будь то в плюс будь то в минус находиться вот в этом состоянии света вот про это надо всегда вам помнить это немножко про другое вы как будто бы сейчас выстраивается для себя новое мировоззрение для кого-то у кто-то действительно выстраивает какие-то свои семейные ценности сейчас либо передает какие-то семейные ценности либо учатся сообща создавать что-то вот чем бы вы сейчас не занимались здесь идет построение задел на новое на построение чего-то нового вкладывайте в это вот новое ваше мировоззрение как каким оно должно быть вот по десятке пендакли до ценности вы здесь должны вложить выстроить какую-то новую свою систему ценностей и иначе не так как сейчас что должно быть по-другому ну во первое должно быть сбалансирование сбалансированное движение умение делать выбор знаете как по справедливости когда вы рассматриваете все точки зрения не только плюс и минус а разные да то здесь вот как будто бы вам многогранности не хватает вы как будто бы только ну вот черное и белое крайности полярности у вас есть а вам нужно рассматривать разные оттенки и после того как вы рассмотрели все ситуации только тогда принимать решение и опять решение принимаете сбалансированно и на 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 основе вашего выбора то есть ментально да но и при этом вы прислушиваетесь к интуиции не нося розовые очки а в чем здесь розовые очки то что не такое ощущение что здесь есть розовые очки что знаете как будто бы нужно подождать что еще как будто бы не время такое чувство что вот я как будто бы пойду своим путем но чуточку позже а здесь здесь не про это здесь про то что здесь как отложенная какая-то жизнь на потом что вот когда-то потом я буду чище когда-то потом я буду духовнее когда-то потом все это будет а здесь нужно в этом есть розовые очки вам как будто бы нужно уже сейчас то есть уже время пришло вот так как вы в идеале видите свою жизнь вы должны ее сейчас проживать при тех условиях при тех обстоятельствах которые у вас есть по возможности да я не имею ввиду об идеализации что вот я хочу дом там квартиру машину у кого там идеальная работа либо еще что-то а я имею ввиду вот в той бытовой жизни в которой вы уже имеете ваша реакция она должна быть такой давайте проще скажу духовный да то есть вот именно в каждом моменте своей жизни в которой вы проживаете вы должны осознанно выбирать именно осознанно то есть я выбираю вы себе это все время должны напоминать что это мой выбор меня никто не заставляет на зло отвечать добром я это не делаю не потому что я жертва а потому что я этого хочу это моя природа вот вам здесь как будто бы нужно принять в конце концов вот это вот вот это ваши внутренние свет вы как будто бы его еще полностью не принимаете как-то так надеюсь я сказала понятно хорошо мы переходим с моей позиции номер 3 зелененькому камешку троечки сначала мы посмотрим с вами в чем смысл вашей жизни с точки зрения души на данном этапе всегда смотрим в разрезе здесь и сейчас четверка мечей в умение знаете вовремя как-то вот остановиться и передохнуть есть всегда время когда время работе и время отдыху некая такая вот цикличность понимание этих циклов что невозможно все время находиться в активности активная фаза должна всегда сменяться пассивностью то есть здесь как будто бы знаете дать возможность вот то что вы делали те семена которые вы сеяли дать возможность им прорасти то есть не продолжать их все время как-то там поливать там я не знаю удобрения подбрасывать дать возможности прорасти вы все время вот вкладываетесь у вас все время фаза активности а как будто бы обесцениваете пассивность так когда нужно подождать когда нужно переключиться когда нужно вот именно отдохнуть чего скорее всего не от чего а для чего для того чтобы наполниться ресурсами для того чтобы подключиться к источнику вы как будто бы доводите себя всегда до предела есть некая такая активность чрезмерная которая вас обестачивает вот вам нужно научиться подкреп пополнять свои резервы подключаться периодически к источнику для того чтобы наполнится вы как будто бы все делаете самостоятельно тройка педаклей в колоде эпического таро показывает нам трех магов которые трех магов стихийников которые сообща поднимают сферу воздух сфера как ассоциация стихии материи да но стихии земли материя и но у каждого у каждого своя стихия у кого-то огонь у кого-то воздух у кого-то вода и при этом нет вот этого знаете вот как бы так сказать слияние у каждого есть своя задача каждый выполняет свою задачу и только при слиянии этих трех сил вот именно сообща возможно поднять сферу здесь пендакли так ли как сферы изможно воздух только сообща и при этом как будто бы не переходя какие-то границы да то есть у каждого должна быть своей задачей каждый должен выполнять свою какую-то роль и вот это вот четверка мечей говорящая об отдыхе да то есть вы на славу потрудились вы на славу что-то сделали умеете во время отходить отдел дать как будто бы шаг чему-то другому до какому-то другому процессу а только так сможет родиться то что должно знаете вот у меня пример рождается такой в голове в магии есть именно в процессе реализации чего-либо до высказывания желания очень важно в момент визуализации вот прожить эту визуализацию на сто процентов вот как будто бы она была реальностью не только визуально но и через тело до через ощущение и вот когда этот процесс завершится когда все правильно сделано и у вас возникает ощущение что да я уверен сто процентов что так это будет следующим шагом обязательно это отпустить забыть замвение для чего для того чтобы вот то что вы создали осознанно чтобы оно перешло в наше более нечто такое большее да как будто бы передаем вселенной и вот этот момент он очень важен если мы продолжаем после условно говоря этого ритуала до нашей визуализации продолжаем об этом думать что-то дополнять это показатель того что мы не доверили этот процесс на мы его не отпустили для того чтобы он пошел на реализацию мы его еще держим в сознании мы его не перенаправили в бессознательное для того чтобы анализовал носит одна из фишек того почему визуализации у людей не получается его в жизни всегда так да то есть что-то сделала надо это отпустить для того чтобы она дальше развивалась и росло то есть когда 10 дозревают надо момента но уже созревание взросления 18 лет их нужно отпускать да то есть уже все вы уже не властном уже другие отношения вы можете общаться но при этом вы уже не имеете влияние как родитель на ребенка потому что это уже зрелая личность вы с ней до вас связывает кровные связи но это уже независимая личность это уже другой человек да как вот какой-то вот я не знаю посторонний чужой человек вы с ним взаимодействуете иначе то есть отпускание процесса отпускания ощущения того что вы не умеете отпускать вы все время находитесь в какой-то вот привязки в какой-то связке с тем что вот для вас важно вы не совсем понимаете вот этот вот закон до хочется сказать такого вещи образования материализации когда вы отдыхаетесь вы как будто бы отдыхаете вы восполняете свои силы вы не умеете восполнять сил потому что вы не умеете отдыхать потому что здесь нету как будто бы доверия да вот именно по тройке педакли понимание того что мы сообща что-то делаем сообщение не обязательно с какими-то людьми а здесь может быть сообща с миром с природой сообща вы сделали свою часть мозг сделал свою часть теперь надо передать нашему бессознательному до другому компоненту для того чтобы что-то реализовалось вот здесь вот то есть каждый выполняет свои задачи вы не умеете это делать и вот здесь здесь этот процесс он как будто бы нарушен так чем здесь смысл то есть чтобы вы научились этому до по 20 аркану в том именно ваш смысл жизни понимать на данный момент понимает что каждый проигрывает свою роль у каждого своя задача и прелесть как раз таки эта задача заключается в разнообразии в этой колоде мы видим значит архангела в виде каменной такой статуи и семью и каждый из них проигрывает играет на каком-то своем музыкальном органе инструменте и вот это вот музыкальный инструмент да это и создает некую такую мелодию сообща когда отец причем отец он сидит выше чуть ниже мать и чуть ниже ребенок то есть у каждого также как и в тройке педаграм у каждого своя роль каждый играет и проигрывает свою задачу здесь вы как будто бы не совсем это понимаете вот вот на данный момент вы проходите именно этот урок так в чем смысл жизни в том аркан отшельника в том чтобы научиться самостоятельно создавать жизнь которую вы хотите и не становиться нуждающимся человеком вот здесь вот по аркану отшельника человек бродяга с пустой миской до нуждающиеся в подаче другого человека это должны стать таким человеком который не нуждается в подаче другого человека не потому что он возгордился да я все сам а потому что я четко понимаю именно законы материализации вещи образования в этом мире я им следую я получаю то что я хочу и тем самым я становлюсь хозяин своей жизни и не нуждаюсь в чужой в чужой помощи в плане того что вот ну попрошайничать потому что я понимаю все что мне необходимо есть внутри меня и чтобы это понять вам нужно понять эти законы вы какую-то ступень какую-то фазу вот этого образования до материализации вы ее не проходите вы и и не понимаете что это за фаза семерка мечей как будто бы фаза связана с тем что не все так как вам видится не все так как вам представляется здесь изображена очень интересный смысл опять таки не знаю насколько видно ставится на паузу старайтесь приблизить если есть такая возможность зум здесь маленькая фигура мужчины вот здесь вот я в красном он держит за спиной меч и перед ним в арке появляется гигант и казалось бы на первый взгляд что гигант является врагом для этого мужчина он большой может на него напасть но по факту вот именно вот этот маленький человечек маленький мужчина он за спиной держит меч он готов нож готов напасть на этого гиганта не важно по какой причине но гигант он с пустыми руками то есть у него нет оружия он пришел с добрыми намерениями и кажется что он первый нападет до что он является некой такой как бы так сказать опасностью для человека который поменьше дата силы не равны то есть не все в мире такое какое кажется каким кажется в этом и есть обман по семерке мечей вот то что я говорил вот эти вот фазы вы не все как будто бы их видите не все их осознаете так в чем обман в том что не все такое как вам видится таким как вам кажется и выпадает у нас туса жезлов книга вы как будто бы должны научиться писать свою книгу а для того чтобы ее описать вам нужно научиться именно писанию то есть пониманию как это все пишется вот опять здесь выпадает десятка кубков здесь тот же самый смысл да когда дети играют с кристаллами настоящее волшебство происходит тогда когда все кристаллы собираются воедино когда пазл соединяется тогда видна полная картинка вот вам нужно научиться как будто бы смотреть на вещи целостно а вы видите тоннельно то есть одну какую-то часть вы не видите полностью всю картину мира вот вас сейчас учат видеть одновременно и всю картину и конкретно точечно вашу как вашу роль какую роль играете в мелодии вот этой жизни это как будто бы все взаимосвязано то есть с одной стороны какую роль вы играете вот когда вы поймете какую роль вы играете вы будете ее играть проигрывать правильно и тем самым складывается весь пазл то есть это как замкнутый такой цикл один цикл в другом то есть как им и я одно без другого не может быть и и вам не нужно по отдельности смотреть то есть в чем большой план в чем большой смысл жизни и в чем отдельно смысл для меня это одно и то же да только одно является микрокосмос а другая другая это картина это макрокосмос то есть это большое то есть увеличивание увеличение именно вот этого вот малого и вот вас сейчас этому обучает в этом и сейчас научаетесь в этом смысл да то есть понять одновременно и что-то большое и и мало и и детали то есть и детальное и глобальное одновременно как будто бы все фазы вам нужно понять а в чем вы нашли смысл я так просто знаете задумалась думаю может быть это слишком то что я говорю абстрактно а с другой стороны такой вопрос он не непростой то есть нету ответа в чем смысл вашей жизни конкретно да то выйти замуж родить детей не в этом смысл на смысл масштабный мы же о смыслах говорим в чем вы нашли смысл вашей жизни на данном этапе в королеве жезлов реализации себя в проявлении именно в социуме и вот здесь у нас выпадает на повторе туз жезлов да что вот вы как раз и нашли смысл сейчас в том что вы изучаете в том начале именно понимание да к вам как будто бы приходит осознание того что действительно не все так как вы воспринимаете на данный момент то есть допустим если у вас какая-то сложность трудность какой-то этап кризисный и вам кажется проживая его вы как будто бы не совсем понимаете а в чем больший смысл этой ситуации и вот вас сейчас обучают тому на вашем примере что вот в том кризисный в той кризисный момент который вы проживаете чтобы вы понимали что большего за этим скрывается что например если вас решают работы да то вы в этом должны увидеть какой-то свой смысл например рост на что если бы вы не лишились работы вы бы не стали искать какую-то другую может быть реализовывали свои какие-то проекты детские мечты то есть вот если бы вас не уволили вы бы не пошли туда в другое какое-то направление и тем самым стали бы делать то что необходимо душе на данный момент то есть вот как говорится нет худа без добра вот здесь вот примерно то же самое вот вас сейчас этому и обучают до восьмерка жезла дальнейшему развитию продвижения вас как будто бы учат познавать мир сейчас через любовь по пашу кубков через как-то вот раскрытие вашего сердца и вот дьявол выпадает куда вы мои дорогие без дьявола да о чем здесь дьявол о том что вы не желаете видите мы опять к четверке мечей пришли к тому чему начинали смысле жизни с точки зрения вашей души и мы пришли опять таких четверки мечей что вы как будто бы свой смысл жизни о котором я говорила вот вы именно сейчас начинаете его осознавать вас как будто бы знаете либо насильно по дьяволу заставляют отдыхать либо насильно вас как-то отдаляют водят в какой-то такой момент когда ничего не происходит здесь именно идет вот это вот обучение смотрите с одной стороны вам не дают какого-то развития вам не дают какого-то продвижения по четверке мечей для того чтобы вы как-то свой взор обратили внутрь себя именно на пажа кубков на вашего внутреннего ребенка познания того что происходит через интуицию через состояние любви через какие-то эмоции что возможно вы погрузились внутрь себя на данный момент здесь помимо четверки мечей мы обращаемся к медитации мы обращаемся к высшим силам мы обращаемся к познанию к духовности здесь вас как будто бы развернули сейчас я тому чтобы вы прислушивались к себе сейчас момент обратить взор именно внутрь себя очень сложно потому что знаете здесь есть какие-то обязательства до которые вас сдерживают то есть вам как будто бы хочется по у королеве жезлов ринуться в бой как-то проявлять себя активничать заявлять выражать вот а вам этого не дают вас сдерживают сдерживают и вас направляет на девятку кубков наполняйся а здесь у нас был как раз и источник вас обучают отдыхай учись то есть то что ты хочешь получить ты это получишь не через действие ты получишь и это через пассивность не в плане того что ты сидишь и тупишь и ничего не делаешь а в плане того что когда ты физически не действуешь то эти действия совершаешь внутри через вот то что я говорила да некую визуализацию то есть сначала мы создаем как архитекторы свой план в голове но вам здесь не мыслительно нужно а на уровне состояния эмоций то есть планировать какое состояние я хочу если я хочу например жить в спокойствии в какой-то знаете вот удовлетворение от жизни получать так вот сейчас когда вас останавливаю здесь может быть и болезни в том числе нас останавливают для того чтобы вы сейчас научились этому состоянию удовольствия то есть вам говорят вот есть минутка тишины сядь ощути как это когда ты вот в этом состоянии то есть ощущение того что вас дают время на эту медитацию чтобы вы приучили свое тело свое сознание себя к этим состоянием чтобы вы выработали выработали в себе это качество наполненности удовлетворения наслаждения чтобы ваш мозг понимал в дальнейшем к чему ему стремиться потому что когда вы просто говорите я хочу там есть на счастье там удовольствие спокойствие балансы окей это просто тупое слово бессмысленное смысл появляется когда вы ему придаёте этот смысл наполняете это слово чтобы его наполнить вас должно быть воспоминания в теле вы как будто бы дали команду под помнишь когда мы с тобой отдыхали на море там вот был вот это вот расслабленность у вас идут воспоминания и тело понимает что и мозг в том числе команду что от него хотят на что он должен нацелить свои радары так вот вам сейчас момент вашего бездействия вам дают вот этот шанс научить себя вот этим качеством по девятки кубков получать удовольствие наполняться быть в соединении с источником то есть вот как у медитации вы находитесь вот этом блаженстве до точно так же научиться большем времени до в течение суток находиться не только когда вы находитесь в медитации это просто вам нужно научиться находиться в этом состоянии которое вы хотите помимо медитации в потому что как бы так сказать жизнь она не не в каких-то мгновениях она во всех остальных помните здесь ваш урок по двадцатому аркану да когда каждый проигрывает свою роль то есть когда-то в медитации да это понятно это естественное состояние ты бездействуешь и ты можешь него ходить а ты попробовать в это состояние когда ты передвигаешься просто например гуляешь когда ты просто разговариваешь с другим человеком это сложнее это сложнее так вот то что вы хотите состояние вы эти состояния сначала должны понять себя разобраться как она к вам приходит что это за состояние почему она вам важно для чего она вам нужна и как вы это состояние можете получать в течение дня делая простые элементарные бытовые действия когда вы моете посуду например когда вы готовите когда вы разговариваете со своими детьми когда разговариваете со своим партнером и для того чтобы вот как-то пролонгировать вот это вот состояние в течение дня и таким образом ваша жизнь она будет наполнена и то есть вам вот это вот фаза пассивности она вам не совсем понятно вы постоянно активничать потому что вы убегаете от себя но вот это вот активность она истощает стрессовое состояние она истощает вас вам нужно подключаться к источнику а вы не можете расслабиться вот вас и обучает допустим вот по четверке мечей я заболел к примеру до психосоматика сработала не случайно сработала потому что таким образом вас допустим уложили в кровать вот сиди теперь ты не можешь насильно не можешь действовать чем ты займешь свое время не просто мученичеством до что вот я теперь не могу это сделать у меня куча дел надо туда нет а посвятить это как раз таки вот этому состоянию научение себя насколько это хорошо кайфово когда-то в расслабленном состоянии научитесь его проживать у нас очень глубокий такой смысл то есть вы если мы говорим на данный момент в чем смысл вашей жизни научиться с одной стороны вот этой вот фазе пассивности в чем ее смысл в чем ее прелесть в чем ее польза и вот когда вы это поймете тогда вы сможете сбалансировать активность и пассивность и поймете вот этот вот процесса которым я говорила материализации для того чтобы не нуждаться вас просто идет перекос вот если я правильно все прочитал то наверное что-то так я почему я говорю наверное потому что что у меня же голова разбалилась слишком слишком много мысли до беспокойный ум дает покоя вот такой расклад у меня был для вас сегодня благодарю вас за ваши комментарии и лайки жду вас в пятницу в следующем раскладе к следующему раскладу всем пока пока